Поздравляем вас с местными выборами. Днем танкиста и днем города. К сожалению, некоторые недооценивают местные выборы, они носят принципиальный характер. Именно по месту жительства человек ощущает все, что происходит в стране. Он бы хотел исправить ситуацию в лучшую сторону. Поэтому я настойчиво приглашал наших избирателей проголосовать. Конечно, время сентябрьское крайне неудобно для таких выборов. Мы не раз просили их сдвинуть. Я надеюсь, что власть прислушается и нам удастся их проводить в более благоприятное время. Потому что многие вынуждены трудиться на городах, в дачах, запасаться в зиме. Мы провели выборную кампанию довольно энергично. Подготовили программу «10 шагов достойной жизни». Эта программа позволяет наполнить нам бюджет, делать его полноценным и весомым. Современный бюджет 13,5 триллионов рублей не отвечает ни на один вызов, который брошен нашей стране. Ни внешний, ни внутренний. Американцы приняли закон, который, по сути дела, объявляет нам финансово-экономическую войну для того, чтобы разрушить сырьевой сектор экономики и выдавить нас со всех основных рынков. Будь то в Европе, а в лучшие годы торговля с Европой составляла 450 миллиардов долларов. И не пустить нас в Азию. Американцы уже приступили строить 21 причал в Европе для своего сжиженного газа. Да, он дороже российского, но Европа полностью зависима от американского капитала и военно-промышленного комплекса. Она скорее поднимет руки вверх. В этой связи очень важно понять каждому, где бы кто ни жил и за кого бы ни голосовал, что проложение, дальнейшее проложение финансово-экономического курса нынешней политики неизбежно приведет к катастрофе. Когда заявляют о том, что все стало расти, в обрабатывающей промышленности ничего не растет, продолжает проседать и проваливаться. Мы за последние пять лет не досчитались 8% ВВП, потеряли фактически три бюджета. Вот мы пытались в ходе выборной кампании убедить людей, что есть реальная программа сформировать полноценный бюджет почти в 25 триллионов. Можно провести народный референдум и заставить всю минерально-сырьевую базу работать не на 15 кланов упырей, а на всех граждан страны. Можно ввести честную налоговую систему, по которой богатые будут платить то, что положено. А сейчас они платят такой же налог, как и нищий. У нас есть возможность это принять решение довольно быстро уже вот теперь. И надо все делать, чтобы ввести у вас монополию на спиртоводочную промышленность. Это позволит увеличить бюджет почти на 10 триллионов рублей. Тем самым удвоить пенсии, помочь студентам и обеспечить соответствующий приток капитала во все отрасли производства. Прежде всего промышленность, сельское хозяйство, науку, образование и здравоохранение. Эта программа реальная, она вполне выполнима. Поэтому мы, идя на выборы, обращались к гражданам и надеюсь, что многие из нас услышат. Я сейчас проговорил со всей страной. От Сахалина, Приморья, Алтая, Омска, Томска до Нижнего Новгорода, Перми и Северного Кавказа. Выборная кампания идет довольно энергично, хотя явка пока еще невысокая, но тем не менее контроль мы в этот раз утроили и усилили. Мы подтянули целый ряд областей, в которых нет развернутых выборов, для жесткого организованного контроля. Нарушения те же, прежде всего досрочек. В Барнауле 5-6 процентов. Как будто весь город заболел и решил досрочно или куда-то уехать. Нечто похожее есть и в других регионах. По крайней мере, в нашей команде дана жесткая установка. Контролировать до последнего и получить копию протокола на каждом участке. Если кто будет уклоняться от выдачи копии протокола и будет халтурить, а вся основная халтура совершается в территориальных тиках, то у нас будет реальная возможность прямо сказать, мы такие выборы признать не можем. Я считаю, что власть сама заинтересована, чтобы выборы были открытыми и честными. Потому что проводить выборы на фоне того, что некоторые узнали только за два дня, что выборы состоятся в их регионе, многие газеты и телепередачи вообще не освещали эту тему. Я поражался, что все обсудили. Сто раз Украину, сто пятьдесят раз Сирию и двести раз Трампа. О том, что в стране выборы есть реальная программа, что обстановка кризиса усугубляется, что она требует качественно новой внутренней финансовой экономической и социальной политики. Об этом не гугу. Даже на ведущих телеканалах, где по три-четыре часа талдычили об одном и том же, вместо того, чтобы понять, что главная причина, что нас обкладывают санкциями и унижают, во внутренней ситуации. Будем сильные, умные, здоровые и крепкие, справимся с трудностями. Нет, нас и дальше будут топтать, унижать, обыскивать посольство и загонять в угол. Ну, недопустимо, чтобы случилось такое. Поэтому мы готовы к конструктивной работе и считаем, что выборы в этом отношении – очень удобное время, когда можно исправить ситуацию бюллетенем. Мы за это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!